В этот четверг говорим о слишком быстро развивающемся Форексе в Беларуси, о предстоящем ICO-брокере Binary.com и раскрываем правду, действительно ли в Китае можно выводить средства только два раза в неделю. Не переключайтесь. Вот и Binary.com готовится к запуску ICO, поэтому брокер нанимает штат людей, которые будут заниматься разработкой решений на базе блокчейн. Таким образом, Binary.com планирует модифицировать свою кассовую систему и инфраструктуру, которая теперь будет поддерживать последние достижения блокчейн-технологий. Сейчас Binary.com предоставляет возможность торговать бинарными опционами через несколько филиалов, работающих по лицензиям букмекеров или поставщиков финансовых услуг. У компании есть финансовая лицензия управления по финансовым услугам Мальты, а также лицензия на азартные игры «Острова Мэн». В Белоруссии форекс-индустрии наращивает обороты и развивается. Неужели эта юрисдикция может заявить о себе как о вполне конкурентном регионе для участников внебиржевой индустрии? Всего за месяц Национальный банк республики лицензировал трех форекс-дилеров в стране, включив недавно в реестр форекс-компании Alfa Financial, что дает последнее право предлагать торговые услуги на внебиржевом рынке форекс в республике. Согласно требованиям действующего законодательства, Alfa Financial в течение трех рабочих дней со дня выдачи нацбанком свидетельства о включении в реестр теперь должна перечислить взнос в размере не менее 55 тысяч долларов в гарантийный фонд, формируемый Национальным форекс-центром, и пройти проверку соответствующего программного обеспечения. Сайт для белорусских клиентов уже на стадии доработки. Компания позиционируется как онлайн-форекс и CFD-брокер, предоставляет услуги по торговле валютными парами, контрактами на разницу и сырьевыми товарами посредством собственной торговой платформы Alfa Trader. Более того, изучив деятельность данной компании в социальных сетях, можно определить ее прямую связь с лицензированным в Арабских Эмиратах одноименным брокером. Недавно в СМИ появилась информация о том, что в Китае частота вывода средств в долларах была сокращена до двух раз в неделю. В ответ на это Государственное валютное управление отметило в официальной публикации в китайском аналоге Твиттере под названием Вайбош, что никаких новых правил в отношении вывода иностранной валюты физическими лицами они не вводили. Ну а чего они еще ждали? ICO запретили, криптобиржи тоже. Проблема оттока капитала уже давно беспокоит местных властей, и шаги в отношении биткоина были предприняты не случайно. Таким образом, слухи об ограничениях вывода долларовых средств выглядят вполне реалистично. А ограничения на снятие средств максимальным размером в 10 тысяч долларов в Китае и так уже действуют с 2007 года. И на этом наш выпуск подходит к концу. Благодарим за сотрудничество и редакцию Forex Magnets. До встречи завтра!